Первым животным, которое приручил человек, была собака. Произошло это, по различным данным, от 10 до более чем 30 тысяч лет назад. Поистине не зря говорят, что собака друг человека, ведь эта дружба пережила уже не одно столетие. И эти четвероногие были не только нашими товарищами. На протяжении веков они помогали людям. Охраняли их жилища, стерегли скот, вместе с человеком охотились и даже воевали. Одними из первых живых существ поднялись в космос. Однако, благодаря своим физическим данным, тонкому обонянию и чуткому слуху, собаки заняли свое место в истории. Сегодня они защищают нас и спасают тех, кто оказался в беде. И равных им в этом деле среди животных, пожалуй, нет. Подробнее в материале моих коллег. Вот уже 112 лет собака помогает людям защищать правопорядок. Первая школа дрессировки появилась в Санкт-Петербурге. Сегодня в стране насчитывают более сотни кинологических служб. По результату, вместо работы человека и собаки, тысячи спасенных жизней и раскрытых преступлений. Дэнни, дай лапу. Возраст кинологической службы говорит о своей востребованности. На сегодняшний день ни одно массовое мероприятие республики не проходит без участия четвероногих инспекторов. Русский охотничий спаньель по кличке Тайсон обнаружил огнестрельное оружие за считанные секунды. Важна оперативность, а время ценно. Опытного следопыта Перса не собьет ни один запах. Хорошо зашифрованные наркотические средства бельгийская овчарка находит уверенно. Конечно, одной любви к животному будет недостаточно. Чтобы добиться полного послушания, кинологу требуются усилия, ответственность и умение предугадывать реакцию собаки. В целом кинологическая служба принимает плотное участие в оперативно-служебной деятельности всего министерства. Как в профилактике, так и в оперативно-разыскных мероприятиях. На сегодняшний день у нас данная служба развита. Имеются кинологи во всех территориальных подразделениях, что нам позволяет оперативно реагировать на всю поступающую информацию. В Центре кинологической службы МВД Парсуолане службу несу уже 4 года. Служба доволен, службой горжусь. Работа очень интересная. Работа с животным – это ответственно. Во-первых, не только свои навыки профессиональные нужно оттачивать и обучаться, но еще и нужно уметь эти навыки передавать своей служебной собаке. Практика показывает, что в разных чрезвычайных ситуациях, когда требуется найти человека, на помощь приходят именно четырехлапый друг. Работа с сосудной собакой зависит и от характера самого кинолога, специалиста. Также лук собака тоже, как сказать, имеет свой характер. Разные собаки у разных своих характеров. Нужно уметь к этому подстраиваться правильно. Нужно наладить контакт с животным, чтобы было такое взаимодействие, взаимоуважение и понимание. Для того, чтобы выезжать на настоящее задание, щенков тренируют в течение 7 месяцев. К дрессировке будущих инспекторов относятся ответственно. Когда она уже достигнет своих лет, как бы элементарно, мы уже начнем конкретную дрессировку. Это начиная с общего курса послушания. После общего курса послушания, конечно же, мы будем переходить на специальный курс дрессировки. Будучи, эта собака будет исполнять поисковую деятельность у нас. А точнее быть, эта собака будет предназначена для поиска и обнаружения наркотических средств и веществ. По легенде, сотрудник в специальном костюме преступник, который пытается скрыться. Но получится ли убежать? Весь костюм весит примерно 20 килограммов. Одна только рубашка надевается с трудом. В ней неудобно и жарко, но это единственная защита от укуса собаки. Есть и другие породы собак, не менее востребованные. От них не уйдет ни один нарушитель. Они надежно несут службу в рядах МВД и остерегают границы страны. Для каждого специалиста-кинолога собака – это и верный друг, и надежный напарник, вместе с которым они сохраняют общественный порядок. Давид Бурнацов, Игорь Войцеховский. Специально для программы «В итоге». Субтитры создавал DimaTorzok